Возьмем квадрат и внутрь рисуем равносторонний треугольник. Вопрос. Какие углы заштрихованного треугольника? Итак, взяли квадрат и внутрь этого квадрата нарисовали. Найдите углы заштрихованного треугольника. Итак, здесь у нас крайний треугольник. Да. А здесь уже больше шаг графика. Да. Возникает равнобедренный треугольник с углом при вершине 30 градусов. Величина угла при вершине 30 градусов. Помните ли вы, чему равна в принципе сумма величины углов треугольника? 180. 180. Если у 30 градусов уже есть, то на оставшиеся два сколько? 150. Но они при этом одинаковые, потому что треугольник равнобедренный. У нас, смотрите, у нас все отлески, вот эти, они все одной длины. Потому что у равностороннего все одинаковые длины. И у квадрата все одинаковые. Конечно, по 75 градусов. Правда, это не ответ задачи. Потому что спрашивали не про эти углы, но из этого уже легко получить ответ задачи. Как же получается ответ задачи? Здесь по 15 градусов. Да. И здесь... Сколько осталось? 15 и 15 это... 30. Ну, соответственно, 180 минус 30. Кружочек это напишите, 150 градусов. Смысл понятен? Вот, между прочим, господа, у этой задачи есть совершенно замечательный вариант. Посмотрите, правда, что сейчас все все понимали? Все легко, правда? Считаешь? А теперь представьте себе, когда ту же самую задачу формулируют, что называется, от конца к началу. А именно говорят так. Нарисуйте квадрат и проведите под 15 градусов два луча. Смотрите, способ придумывать задачи по диаметре. Между прочим, не только в этой ситуации. Под 15 градусов проводим... Можем или нет? Провели. А теперь в качестве задачи вот что. Найдите величину углов вот этого треугольника. Конструкция та же самая. То есть картинка строго та же самая. Поэтому ответ какой? 60-60-60. 60-60-60, да? Замечательно. А теперь представьте себе, что вам эту задачу дадут только без вот этой картины. Просто вот пришли вы и вам говорят, нарисуйте квадрат, отмерьте по 15 градусов, где пересекутся, возьмите точку и найдите углы полученного треугольника. И ситуация вдруг оказывается такой, что вы не понимаете, что делать. Господа, довольно часто геометрическая конфигурация может быть построена, начиная с разных точек, с разных концов, когда мы движемся. И при одном способе построения все может быть легко, очевидно и просто, а при другом способе построения может быть совершенно непонятной. Так вот, таким способом действительно удается придумывать довольно забавные геометрические задачи, когда вы рисуете картинку сначала естественным способом каким-то, все вычисляете, все замечательно, а потом ту же самую картинку рисуете, но начиная с другого, и в результате получается трудная задача несказаться. Поэтому советую, когда встречаетесь с задачами такого типа, то надо, что называется, разобраться в ситуации и понять, что у нас не просто под 15 градусов провели, нет, это число 15 так подобрано, чтобы на самом деле у нас там возник равносторонний треугольник. И, соответственно, решение вот этой задачи, обратите внимание, если вы решаете вот эту задачу, то вы ее, самый простой способ такой, не требующий никакой треугонометрии, никакой сложной математики, способ решить вот эту задачу такой, давайте нарисуем равносторонний треугольник, тогда там будет столько-то, а поскольку здесь столько же, значит на самом деле это самое.